Известная пословица гласит «Учение – свет, а не учение – тьма». В жизни азербайджанцев она имеет особое место. Любовь к знаниям здесь передавалась испоком веков от старшего к младшему, именно по книгам. Но сегодня их потеснила информационная компьютерная сеть – интернет. Студентка второго курса Азербайджанского государственного педагогического университета Фатима Акперли нечасто находит время на библиотеке. Помимо учебы она посещает дополнительные занятия, ходит к частным педагогам, поэтому искать нужную литературу ей приходится в сети интернет. Понимаете, интернет всегда под рукой. Он есть даже у меня на телефоне. Я подаю запрос и через секунду получаю множество статей и диссертаций по своей теме. Это очень удобно. Использование электронных вариантов печатных изданий является мировой практикой, однако люди при этом рискуют столкнуться с пиратскими версиями, уверен профессор Надир Мамедли. По его словам, доступ к интернету есть у каждого, и выложить свой текст по определенной теме просто и абсолютно бесплатно. Вот вы, я или кто-нибудь другой может написать роман, повесть, или даже какое-то научное произведение спокойно выложить в интернет. Но насколько она соответствует истине, вызывает большие сомнения. Там могут быть и орфографические ошибки, расставленные неправильно точки, запятые. Пользоваться такими произведениями, тем более в образовательных целях, нельзя. Однако интерес к печатным изданиям в Азербайджане по-прежнему остается большим. В типографиях не умолкает шум печатных станков. Работа кипит. К примеру, здесь выпускают порядка пяти тысяч книг ежемесячно. В свою очередь, недоверяющих интернет-ресурсам студентов тоже немало. Об этом можно судить по переполненным залам столичных библиотек. Молодежь грызет гранит науки традиционным способом – за книжками. Именно так поступает и Нармин Гейбатова, проводя все свое свободное время только здесь. Я никогда не доверяла интернет-порталам. Там очень много курсовых работ, а автор неизвестен. Мне нужны настоящие знания, а не чья-то подделка. Впрочем, всемирная сеть интернет сегодня является элементом повседневной жизни. Это источник информации, развлечения и общения. И он популярен особенно среди молодежи. Поэтому риск пиратских версий научной литературы существенен. Но все-таки выход из этой ситуации тоже есть. Эксперты рекомендуют пользоваться официальными версиями электронных изданий. Их подлинность определяет Министерство образования Республики. Так что даже в интернете оригинал найти можно. Нужно лишь лучше искать.